Привет! Доброе утро! Миша сделал с утра гигантскую трубку. Ты можешь через неё пить? Да. А чуть-чуть она упала в сок. Чуть-чуть. Не получилось, да? Чуть-чуть сок упал. В конце, да? Нет, вот здесь. Доброе утро. Вот там есть тыка. Что у тебя? Идея. Идея? Да. Это уже пугает, но говори. Сейчас. А у меня ещё одна идея. Какая? Он может одеть и туки с тушь. Привестить на футбол. Сделать в своем или июне. Это надо несколько... Красных футболок. А, красных. Обычно футболки белые. Мы же покупаем... Миша, ты сгораживаешь. Нам, конечно, очень нравится твой затылок. Класс. Мы же покупаем для фузы красный футболок. Что называется? Это уже хорошая идея. А у нас у троих будет такого собесного. Типа, ты понимаешь, да, что это будет, типа, вам не ангел. У папе чертёнок, а у вас и то и другое. Ну, бывает. Я не знаю, папа согласен над такой? Не знаю. Надо будет просить. Папа у нас пришёл со смены и спит, поэтому он пока не в курсе. Миш, не надо. Миш, не надо. Миш. А рисунок, я думаю, надо повешать на стеночку. Я так собираю. Саша сделал, чтобы была лампочка. Теперь я точно знаю, когда я снимаю. И я пока вот ещё в полотенчике сижу. Сейчас буду приводить себя в порядок, собираться на выборы. Сегодня последний день выборов. Надо отстоять свою гражданскую позицию. исполнить свой долг и всё такое. Кстати, напишите в комментах, а вы ходите на выборы. Считаете ли вы это вообще необходимым? Я Миша отдала эту изоленту. Там уже почти ничего нет. Вот. Сейчас поеду за бабушками, поедем на выборы, а потом поедем с лекарствами в аптеку. Рецепты уже в карман положила. Теперь, знаете, что надо? Теперь надо паспорт положить в карман. Без паспорта на выборы не пустят, скорее всего. Как же хорошо, когда горят лампочки на камере. Вы не представляете. Всё, я привела себя в порядок, и я почти достала свой паспорт. Там Мишка одевается. Мишка зажелал со мной вместе идти. Поэтому я беру его с собой. Но он не на выборы, он к бабушкам хочет. Хочет уговорить бабушку с ней немножечко поиграть. Посмотрим, получится у него или нет. Пусть уговаривается. Вот. А я... Готова. Сейчас тут смонтирую два маленьких кусочка, и всё, и побежим. Опаздываю. Обещала в 10.30, в итоге всё равно опаздываю. Миш, сколько можно собираться? Всё. Миша зажелал пойти со мной. В итоге я выхожу. Позже намного, короче. Это капец какой-то. Ты всё? Открывай давай. А, она закрыта, подожди. Давай, открывай. Лиза, мне мусор загрузила ещё в машину. Надо ещё мусор выбросить. Ай! Миш, ну что ты делаешь? Молно! Ну, конечно, если бодать машину головой, то будет больно. Я не сделаю так. Давай. Я вот так сделаю. Пожалуйста, садись уже, Миша. Ты очень сильно удлиняешь мне действия. Я должна была полчаса назад выйти. Жарко сегодня? Несмотря на то, что всего 18 градусов, между тем жарко, представляете? Ты пристегнулся? Окей, да. Точно? Да. Я садилась. Всё, поехали. Я сейчас ещё у бабушек кофе попью. Прическа, по-моему, у меня ничего так сегодня получилось. Надеюсь, она продержится до вечера. У меня не всегда получается сделать так, чтобы волосы держались до вечера расчёсанными. Но иногда получается. Ты только сейчас понял, что я еду на выборы. Я говорила, закрой дверь, пожалуйста. Бабушка хочет меняться, что ли? Ну, бабушка вообще не в курсе, что ты пришёл. А она меняться хочет, что ли? Не знаю. Бабушка со мной на выборы пойдёт. А, меняться, что ли? Меняться? Почему меняться? На выборы. Выбирать. Пошли. Если что, это не я такая долгая, это он долго собирал. К вам внук пришёл. Целоваться можно только в щёчку. Нет, не надо ей в щёчку, потому что гепфиз распространяется по всему. Нельзя, короче. Баба лечится. Значит так. Чего? Пошлите кофе пить. Надо не забыть, чтобы Саша купил, когда лак будет покупать, то, чем он хотел запенить. Он хотел чем-то запенить? Да, он сказал запенить. Ладно. Пойдёмте кофе пить. Можно вниз и упасть. Не надо никуда падать. Не, она может упасть. Она не упадёт. Так, кто едет со мной, кто не едет? Что решили? Не решали ещё? Куда у тебя? На выборы? Не едете? Не едете? Я прошу сюда. Если бы ты сказала мозогин, может, она в мозогин и послата. А я думала, вы там моетесь, так выглядываете, камеру отвернула. Точно, там и тут красотища у нас. Наташа говорила. Я говорю, Наташа, магазин. Скажем потом. Ну, а теперь быстро скажи. Мазогин. Красотища. А ты что, не стираешь все эти дни, да? Блин, я на вашу машинную ловушку ловлюсь. Я не мою посуду все эти дни. Потому что руки у меня уже нехорошие стали. Я не знаю, не набралось ли там случайно воды. Не, не набралось. Даже набирается немножко воды. Подай мне вот этот валик и очки там на полочке. Вон валик. Мой валик. Твой валик? Ага. И очки на полочке. Вы будете двумя руками? Да нет, это... Тот, который вы купили, он не подходит. Кто вы-то? Я её не покупала. Около школы какие-то танцы. Так, я забыла паспорт. В честь выборов, интересно или нет? Она вытискивается. Около аптеки. Всё, мы проголосовали. Нам дали газировочки и печеньки. Так ты шо не складываешься? Ладно, обойду. Короче, у меня стекло... Это... Боковая штука не складывается. Тут машины стоят. Капец как плотненько. Всё, мы идём в аптеку. За лекарствами. Обмен шуб и дублёнок? Да. Оригинально это как? Ну, очень просто. Это вот здесь? Старую тебе делают скидку. Но это не обмен этого кубка со скидкой. Мы с мамой зарулили в сметофор. Она сметанку хочет. Ты не там берёшь, мама. Она там в конце. А я беру хит своего канала. Говядину халяль, чтобы снять ещё один ролик. Посмотрим. 400 рублей форель стоит. Вот какие красивые штучки сделали. Скумбрия по 135. Я знаю, что она тысячу с лишним стоит. Ты хочешь форель взять сейчас? Ну, не знаю. Я бы хотела поставить. Это же работа. Вот. Вот это вот хорошая рыбина. Смотри. Это девочка, скорее всего. Вот это вообще хорошая, да. Вот, вообще хорошая. Возьмём? Одну? Это две, Марина? Две. Так всё-таки мальчик. Сейчас я тебе девочку найду. Одну заморозить, одну приготовить. Даже борода? Нет, это всё мальчики. Вот это вот девочка, похоже, да. Вот. Вот это замороженная, её, наверное, как это, да. Вот и острый нос. Вот девочка. Нет, давай вот эту. Вот эту. А вот эта под вопросом. Вот эта, видишь, хвостик наверх? Она вот молотана, это красивая. Это тоже девочка. У неё икра. Почему мы её сразу не берём? Вот, видишь? Точно? Да. А эти точно с икрой, они на девочек похожи. Мне тоже придётся сметану взять. Потому что я три штуки взяла, и у меня уже одна осталась. Ну вот, нахапала. Ничего не собиралась брать, но нахапала. О, возьми мне таких пакетов, 10 штук. Вот эти? Ага, они по 2 рубля всего. А вот в доброцени, между прочим, 6 рублей пакет стоит. Прямо дорого. Ты на рынок. Мамы ищут, сколько стоит форель. Давай я найду. Вон форель. Нет, это фарш. Тай, вот. Форель целая, 1400. Форель стейк полторы. Нету тут радужной, я не вижу. Ну, обычная форель не тысячу, как ты сказала, а 1400 стоит. Ещё больше. Сказал, 1000 с лишним. Нифига себе с лишним. 1400, это почти полторы. Вообще, мы на рынок за яйцами приехали, потому что куры несутся плохо, и нам не хватает. А где яйца? Где яйца? Как? Ваши куры тоже не несутся? Вот так вот тенись. Яйца там, по-моему, в том краю были ещё. Там даже домашние были. У кого-то, я помню. Она закрывает, у неё не будет лотка больше этого. Слышишь? Работать не будет, ага. Мяски. Мяско. Я давно на рынке не была. За мясом не ходила сюда. Прям заскучилась. Вон там, по-моему, следующее, у дрожжи, колбаса, сыр, по-моему, у них были яйца. Но не факт. Нет, нету. Нету. Так, вот приходишь, а отдел больше работать не будет. Прямо печаленько. Мы просто последний раз покупали зимой, как раз когда куры плохо несутся, не хватает, мы тогда закупаем. Нету там. Там крупы. Поехали туда? Тут есть. 80 рублей. Нулевая категория. Это да. Помните, я говорила, что у нас 18 градусов, когда я выезжала? Уже 27. И уже так основательно жарко в кофте стало. Всё. Все дела закончены. А бабушку провезла по всем пунктам, где она хотела, чего закупить. И сливки, и себе за одну кочу купила. Сейчас едем домой. Надо домонтировать шортсы. Ещё две папочки. И буду снимать новые. Сегодня воскресенье. Никаких бумажных дел не сделаешь. Зато можно поработать над Ютубом. Не даёт мне припарковаться. Смотрите. Поймала крысу. Прямо на дороге мне здесь разложила. И караулит её. Зая, она сейчас под машину убежит. Зая. Капец. Зая, забери её. За хвостик оттащи, пожалуйста, в сторону. Просто мне вот. Надо вот-вот сюда сейчас прижаться. Я, получается, день перегоражу. Ладно. А там соседка угорает. Я с кошкой разговариваю. Говорю, Зая, убери крысу. Забавно выглядит, наверное. Поделился? С девочками, да? Да. С Лизой поделился? Молодец. Лиза, ты по нам соскучилась? Это нам на выборах дали. Что это? Печеньки. А, я делюсь. О, Лиза уже новую картинку растёт. Мишу купили, поэтому он по одной всего дал. Нет. Это на выборах дали? Мы взяли. Я Мишу дала, сказала, поделись с девочкой. Ага. Можно я в магазин съесть? Куда? В магазин. Зачем? В вкусняшке. Не знаю. Кровать заправь? Раскрой. Нет. Мне так не нравится. Так, кто? Ай, ты мнёшь. Кого? Котят. Кого? Ты со снежка срисовываешь? Почему со снежка? Надо было голубые глаза. А, особенно чёрный. А? Особенно чёрный. А чёрный Блэки в детстве. Вон, видите, у неё там картина очередная. У снежка вообще-то нос розовый. Ну? А не чёрный. У него и уши розовые. Уши. Нарисуй снежка. Можешь нарисовать снежка мультяшного, а потом мне на футболку снежка мультяшного. А чё у меня снежка? Я хочу снежка. А чё? Ну, я хочу снежка. Мне нравятся белые котята. Хочу снежка. Я ответила? Ладно, я слюняш футболку. Помните, говорила, арбузы портятся? Сейчас думала, разрежу эти арбузы, которые подпортились. Серединку возьму, самую вкусненькую. Мы её соедим, остальное куром. Три арбуза подпортилось. Вот один. У него прям внутри всё развалилось. Этот вообще какой-то розовый. Фиговый попался. И вот второй, который подпортился. В итоге мне теперь надо вот здесь всё убирать. Здесь всё натекло. В общем, я их у кур разрезала. И вон он внутри вообще даже плесневеть уже начал. Короче, место, где мы в этот раз взяли арбузы, мне не нравится. Они портятся. Они явно хуже, чем КФХ Шевченко в прошлом году мы брали. Вот реально. Ну, сейчас будет презент курам. Сейчас вот этот тазик унесу, потом вот этот арбуз унесу. Всё вместе не получится, тяжело. Ну, а потом буду убираться, блин. А, девчонки, ждёте, а? Сейчас заодно яйца у них возьму. Хоть три штучки-то. На блинчики, на новую порцию. С один им бросить, чтобы они отошли. Сейчас я им ещё дам. Нате. Курам нормально. Нате вам. Вот ещё. Смотрите, какая красота. Ещё арбузика. Петя. Петя, ну иди сюда. Всё, куры кайфуют. Арбузный сок выливаем. Сейчас я им ещё две половинки принесу. Ну, смотрите, как хорошо они. А им нравится. Это Света просто вредная, да, курочки? А вам нормально, да? Есть сегодня на блинчики. И не только на блинчики. Четыре семенчик сегодня. Хорошо, девочки постарались. Правда, на фоне тазика смотрится, конечно, мало. Всё. Давала клада кур. Обидно, что купили, а они не лежат. До октября они точно должны лежать. Хорошие арбузы. А те, которые небольшого размера брали, они вообще оказались недоспелыми, розовыми. Хорошо, что большую часть мы сбросили. А то бы сейчас вообще круто было. Так. Знаете, что я вспомнила? А у Цыпуни, кстати, не было. Они там голодные, наверное. Сейчас посмотрим. Ой, они там спят. А то чего? Водичка кончилась. На водичке ещё чуть-чуть ест, а вот еда вообще кончилась. Да вы же мои зелятые птички. Какие большие, смотрите уже. Здоровый танкурик. Вот мой красавчик, который мне очень нравился. О, какие красивые. Надо с вами шорты поснимать. Так. Кукушечка. Девочка. Мальчик. Все на месте. Где мой кукушоночек? Тихо-тихо-тихо-тихо. Вы меня пометли, имейте совесть, а. Прикольно. Эти вот все жёлтенькие, все в рыжих превращаются. Маленький рыжий. И это всё сделала. Водичку поменяла. Корма насыпала. Все довольны. Так. Можно оставлять их в покое. Пока не буду закрывать, потому что 32 градуса. Сегодня жарко. Сегодня лето вернулось. Поэтому сегодня птички будут проветриваться. Друзья. С хозяйством закончили. Птичкам пришлось меня сегодня подольше подождать. Сейчас надо попить чаёчку. Не помонтировать для вас. Пока у меня стираются все тряпки. Мне надо постирать и тряпки кухонные, и тряпки, которые половые. Всё постирать, чтобы можно было уборкой заниматься. Пока это всё делается, я буду монтировать. Ты уже всё? Вернулась? А? Ты вернулась? Ты так быстро? Ты мне привезла бутылку молока? И туалетную бумагу? И даже по местам всё разложила? Какая у меня сегодня золотая прямо доча. Прямо вот золотая. Я была большая случайность, поэтому... Мишенька, не шуми, пожалуйста. Миша, Миша, ты меня слышишь? Сейчас он упадёт и может разбиться. Он пластиковый. Будь аккуратнее. И папа спит. Папе даём поспать. Папа после смены, после ночной. Поэтому, пожалуйста, закрывайте дверку к себе. Я в пучняшку. Если вы не дадите папе поспать, то он завтра ничего делать не будет. Он будет завтра спать. Мама, я в пучняшку. Выгодно. Выгодно? Я с 78 за 39. Купончик дали за туалетную бумагу. О, видишь, как выгодно маме помогать. Слушай, чувствую, сейчас помогать мне будут чаще. Купончик тебе не за туалетную бумагу, а за покупку дали. Ну. Выгодно, я согласна. Сэкономила. У меня с 78 и 39. 50%? Нет. Купон именно, что 39 облибуется. А, ну всё равно 50%. А, да? А, да. Там маме чай делает, хорошая моя девочка. А я поставила вариться две голени индюка и косточки. Всё это дело опять проварю. И завтра будет борщик для папы, для нашего. Струк он завтра захочет побольше ремонта сделать. А мы ему борщик. Лиза, нам надо будет свёкалку. Морковка у меня есть. Лучок у меня тоже, по-моему, есть. Картошечка есть. Лук есть. Морковка есть. Свеклы не хватает только. Только свеклы у мамы не хватает. А я там чё-то ещё рисую. Ну, похожее можно. У меня ещё вариться будет часа три. Одно и то же с ней. А? Одни и те же, пляси. Чё? Я не понимаю, что ты говоришь. Что одни и те же? Короче, одно и то же. Короче, похожее. Так я же снимала их чёрного. Так, Миша, я что сказала по поводу шума в этой комнате? Шуруй с рогаткой на улицу. Я сегодня не убираюсь почти. Убираться буду послезавтра, когда Саша уйдёт на эту, на смену. Ну, я имею в виду, не разбираю вот эти вот шмотки. Не в плане, что совсем не убираюсь. Это сейчас поймёте прямо. Вот. Я сегодня монтирую, готовлю. Нет, я как бы вот сейчас тряпки постираю. Там, вон, половички постираю. Морозильный лайк протрую и так далее. То есть, такое всё я буду делать. А имею в виду, шмотки не разбираю. Вот. А здесь я завожу тесто на блинчики. Снова на сыворотке. Сыворотки у меня же вагон. Надо её всю использовать. Поэтому будет сегодня ещё одна порция. Тут он один блинчик остался. Вот кто так кушает, оставляет один блинчик, а? Папа? Сто пудов, папа. Типа я до конца не доел, я с вами поделился. Вот. Поэтому сделаем ещё. Клик закинула размораживаться. Нашла там в морозилке целую курицу. Ну, видать, по акции где-то ухватила. И два ведра достала. Индюшиных пора доедать индюшку. Разоблачать запасы. Слушайте, начала снимать. Поняла, что у меня там под потолком паутины вагон. Как мне её оттуда снять? Я ж туда не достану. Вот он, минус высоких потолков. Но паутину надо снять в углу. Саша проснулся. Папа, меня форма будет. Обедаем. Мы обедаем или ужинаем, Саш? Папа, меня форма будет. Миша хочет с папой оружие делать. Мам, меня форма будет. Да? Это что такое, папа? Форма. Форма будет. Форма? Форма. Форма. Чего делать? Форма. Форма. Не поняла. Форма. Форма. Воевать? Вот так. Воевать? Нет. Выставлять? Форма. Да. А зачем? У тебя что, враги есть? Нет. На всякий случай? Они могут ходить у такого оружия. Понятно. А если они будут меня обижать? Ага, ты будешь защищаться. Маслонники будут. Угу. Без зарядов. Лука, они вот так аликают и списывают там. Ага, а ты что? Они алисают меня. А, обижают тебя. А садят. А кто тебя обижает, садники что ли? Нет, молодим будут. Где? Если они остыли, если они спасли от того, то я их стреляю. Вот так вот. Это я Филоню. Валяюсь и смотрю в телефон. Саша поехал Лизу забирать. Я сначала собиралась блины жарить. Потом я Малеха расстроилась и решила блины все-таки на завтра перенести. Посадила Мишку за свой компьютер, хотела ехать за Лизой. Саша говорит, ну я же уже собрался за Лизой. Короче, поехал все равно он. Вот. Я говорю, я уже компьютер отдала. Он говорит, ну в телефоне сиди. Мама. Что ты мне хочешь сказать? Мне столько. О, Алиса уже приехала, а папа где? Там где. Мам, они оказывают. Да, да. Они тебе говорят, что там родителям только положено. Или тем, кто умеет считать хорошо. А я не умею. А ты попробуй. Нет. Ладно. Десять плюс один. Сколько будет? Стоп. А тебе подсказывают. Подсказывают. Надо выбрать правильно. Сколько будет? Десять плюс один. Одиннадцать. О, ты какой умный. Одиннадцать? Он там не зользи. Ну выбирай одиннадцать, проверим. Хорошо ты знаешь? Правильно? Что пишут? Читай. Не знаю. Так ты читай по буквам. А я не умею так. Умеешь? Это маленькие буквы. И что? Не поняли. И что, что там маленькие буквы? И нет. Невероятные там буквы. Не знаю таких. Не знаю таких? Вот эти. Вот эти. И вот эти. А остальные знаешь? Да. А вот эти не знаю. Непонятные. Непонятные? Саша, кажется, что уже приехали. Мам, отчитай. Быстро? Летай. Что читай? Ну давай я прочитаю. Я все буквы знаю. У меня все буквы понятные. А, он тебе предлагает оценить в App Store. Поэтому ты не знаешь. Там английские буквы. Привет, Катя. Нет, спасибо пишем. На. В другой раз оценим. Что скажешь? Плохо. Спать уже пора, наверное? Нет? Нет еще. Нет еще? Нет. Через часик пора. Можно уже отдыхать, ложиться. Хочу пузыри пускать. Какие пузыри? Какие? Маленькие такие баночки. Там в приход же стоят, вожидки. Там закрытая цель. Чего? Мы уходим на карантин. Нет, вы не уходите на карантин. Его уже отменили. В конец диалога мотай. Мы уже с папой пошокировались. Слышишь, Катя? В прихожей стоят. Маленькие пузыри возьми и попускай. Мама, там закрытая. Ну, видимо, потому что надо за это платить. А здесь можно все купить. Мишечка, это за денежки надо покупать. Я думаю, папа не согласился. Денежек мало. На игру их тратить папа не согласится. Это мало. Сколько там мало? Слышка, это не мало. Вот эти? Мока. Да, вот эти. Мама, это мока. Я наборы брала. Попускай, если хочется. Только на компьютер не пускай. На телефон. Мама, там оконится. Оте мока. Еще оконится. Хорошо. У меня уборка у Миши. Ну, не разбахивай метелкой, Миш. Катя делает чай. Или ты делаешь чай? Катя, я делаю. А ты что делаешь? Миша кушать. А, Миша кушать решил перед сном. Катя, ты мне сделаешь чай? А я не попить делаю. Спасибо. Так, а вы через сколько сбежите? Это я помыться хочу. Все, убрал? Да. Молодец. Как обычно. Я уже помыться успела. И тут вспомнила, что я же цыплятам открывала пеленочку. Надо бежать. И цыплятам закрывать пеленочку на ночь. А то они замерзнут. А еще я разобрала мясо для супа. Слушайте, я вспомнила, что я не разобрала мясо. И на завтра бросать нельзя. Заправлять суп я буду завтра. А вот... О, Катя. Прикинь, я забыла цыплят закрыть. Пошла я цыплят закрывать. Они даже замерзнуть еще не успели. Так, ну что я вам скажу. Я сейчас быстренько смонтирую три шорца. Все они, слава богу. Сейчас надо заново загрузить файл. И, блин, промахиваюсь постоянно. Короче. Дальше мы будем смотреть Саши фильм. Так что, скорее всего, ничего больше я вам не сниму. Поэтому самое время попрощаться. До завтра. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что остаетесь с нами. Ну, а если вы зашли впервые и вам здесь понравилось, подписывайтесь на мою веселую семейку. Увидимся.